Если ты будешь продолжать делать это на Озон, то у тебя никогда не будет выручки на твоих товарах. Можешь вообще не ждать результата. Всем привет, меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. А сегодня перечислю тебе самые главные ошибки, которые все совершают на Озон, из-за чего практически никто не может быстро добиться результата, но при этом лишь единицы знают, как их сделать правильно. Давай начнем. Но как выглядит типичный селлер на Озон? Я думаю, здесь многие узнают себя. Ты постоянно докидываешь на закупы и ни разу не выводил чистую прибыль. Выбираешь товар, с которого заведомо нельзя заработать, потому что он тебе просто нравится. Не считаешь свои расходы и вообще даже не знаешь, сколько ты зарабатываешь или нет. А по итогу обвиняешь алгоритмы Озон и то, что с Озоном что-то не так, потому что ты продаешь заведомо провальный товар и у тебя просто нет на нем выручки. В этом видео мы разберем самые частые ошибки селлеров, которые не дают им выйти на новый уровень дохода, исправив только который, ты сможешь выйти абсолютно на другой уровень дохода на Озон. И что самое главное, видео займет не больше 20 минут. Но каждый совет из этого видео ты сможешь сразу же применить на практике в своем магазине. И будь уверен, что твои продажи от этого только взлетят. И в первую очередь хочу тебя огорчить. Товар на миллион рублей оборота не всегда и почти никогда не принесет тебе огромное количество прибыли и окупаемости твоих инвестиций. Потому что здесь жесткий демпинг, большая конкуренция. И как итог, ты гораздо меньше зарабатываешь, несмотря на то, что оборотом перед друзьями хвастаться ты можешь уже вполне себе. И даже если ты, о чудо, смог в итоге продвинуть свою карточку за миллион рублей, выйти в конкретную категорию и начать там продавать, но твой бюджет, например, на запуск на Озон был 100 тысяч рублей. Ты купил на все 100 тысяч товар и подумал, что ну теперь-то я точно заработаю. У тебя прошли продажи, а по итогу ты получаешь вот такую ситуацию. В которой, да, ребята также начали продавать автономный воздушный металлический отопитель. И у них тоже все пошло неплохо. И они заработали буквально за одну неделю 1,1 миллион рублей оборота. Но что мы видим? По итогу они купили их не так много, в районе 100 штук, и их не стало буквально за неделю. А теперь в итоге их магазин не приносит ничего, потому что просто не хватило денег рассчитать товар. И так и работает. Ведь если ты купил в огромной конкурентной нише товар, который должен продаваться на миллион рублей, и закупил его на 100 тысяч, что в обороте, пускай будет у тебя даже полмиллиона, в следующую свою партию ты будешь должен купить этот товар примерно на 2 месяца вперед. И тебе нужно будет вложить уже не 100 тысяч, а 250, 300, а еще никто не отменял расширение товарной матрицы. И вот ты сидишь, деньги от Озона, возможно, какие-то и пришли, но это копейки, потому что они не успеют прийти быстро, нужно дождаться, пока товар доедет до покупателя. И в итоге твоя карточка так же как быстро взлетела, так упадет вниз, и тебе нужно будет абсолютно все начинать по новой. Поэтому всегда, когда тебе будут рассказывать о хайповых нишах, про то, что офигенно заходить сейчас в одежду, про то, что офигенно заходить в электронику, там точно все деньги, то знай, вероятнее всего тебе что-то как минимум не договаривают. Не договаривают о том, какой бюджет у тебя должен быть на старт. Не договаривают о том, сколько ты заработаешь при вложенном миллионе. И давай я как пример приведу тебе вот в сравнение одного из своих учеников, который приходил как ко мне на наставничество, и он продавал наушники. И давай посмотрим, что у него с ними было. И его товар был один из лидеров категории. Давай мы посмотрим что-то похожее. 1,6 миллиона рублей оборота. Но при этом, вложив в товар полмиллиона рублей, он зарабатывал всего лишь 100 тысяч чистыми. Ну то есть Озон, да, ему присылал там вот эти вот 500, которые он вложил, возвращались, и плюс 100 тысяч рублей чистыми. И конечно же, в такой ситуации ни о каком вообще расширении магазина речи идти не может. Ты будешь обязан постоянно докидывать со своих. Как это было в данном примере, ведь ты можешь продавать вначале на 700 наушники, потом будет черная пятница, и тебе нужно купить 1000 партию, а потом у тебя будет условно Новый год, и тебе нужно купить партию из 2000 штук. И каждый раз ты будешь отдавать свои собственные деньги, но при этом у тебя будет вот такая вот прибыль. И мне кажется, что если у тебя такая прибыль, просто зайди в Тинькофф банк и положи эти деньги во вклад. Меньше нужно будет делать, меньше головной боли, и в целом прибыль будет примерно сравнима. Но при этом мы можем посмотреть пример моего магазина. У меня оборот меньше, чем у этого ученика. Если мы зайдем в мой магазин, то мы увидим, что еще 11 июня выручка моего магазина была 131 рубль за день. Но после чего мы обновили товар, сделали все по той стратегии, о которой я часто говорю. И вот наш магазин полетел. И по итогу мы имеем примерно одинаковый оборот с этим учеником, у нас даже меньше. Но если мы сравним разницу во вложениях и чистой прибыли, то давай мы посмотрим. Чтобы мне заработать и отбить мои вложения, и это не самые идеальные мои товары, есть и лучше, но мы здесь показываем тебе вот все как есть. Где-то немного хуже работает реклама, так почти всегда, где-то еще что-то. Но даже при таких обстоятельствах мы с тобой имеем следующую картину. При вложенных 129 тысячах рублей я заработаю 180 тысяч рублей чистыми. И это все с учетом оборачиваемости товара в один месяц. То есть за один месяц я вложил 100 тысяч рублей, и еще больше 100 тысяч рублей я получил чистой прибыли. И самое главное, что разнит нас и магазин этого ученика, это то, что я изначально подбирал такие товары, в которых будет максимальная возвращаемость инвестиций. И да, иногда говорят, ну вот наушники продаются на миллион, а эти товары продаются на 100 тысяч рублей. Ну да, у тебя может быть из-за этого проблема. И если мы посмотрим, допустим, вот на этот магазин, то мы увидим, что этот магазин продает только одни наушники, и эти наушники он продает на полмиллиона рублей. И он может сказать, ну вот, зато я продаю на полмиллиона рублей. Но это будет фатальной ошибкой этого магазина. Ведь даже если ты так вышла, смог продать один товар на полмиллиона рублей, то у тебя возникает следующая ситуация. Вот посмотрим этот магазин. У него была выручка 506 тысяч за 30 дней. А теперь представим, что что-то с ним случилось. Ну, допустим, он вот с этой выручкой в 500 тысяч рублей решил, ну, не знаю, у него сдержалась подставка с Китая. И вся эта выручка после аутовстока просто улетит. Он останется с магазином, у которого 0 рублей оборота. Поэтому каждый раз, когда говорят, ну вот зато у меня там товар на миллион рублей, это не плюс, это скорее минус, потому что в такой ситуации ты сам говоришь, ну вот зато мне легко потерять все, что у меня есть. А сделать магазин, у которого будет десяток артикулов на старте, у каждого из которых будет, не знаю, там побольше, чем миллион рублей, ну либо хотя бы полмиллиона рублей оборота, тебе нужны огромные вложения. При этом новички чаще всего заходят со 100 тысяч рублей. Поэтому любая стратегия, которую тебе говорят в формате, вот иди, продавай один товар, продавай на полмиллиона, а она не совсем-то работает. И это я уже не говорю о том, что помимо того, что у тебя может не успеть доехать по ставкам, может прийти конкурент и задемпинговать цены. Может сломаться что-то у озона, и у тебя просто пропадут показы твоей карточки. Да в целом очень много чего может произойти, вплоть до пожара на складе, хоть это уже и не кажется столь реалистичным. Но маркетплейсы это история, когда нужно угадывать и предсказывать какие-то неочевидные вещи. Например, ты никогда не знаешь, когда твой товар задержат на таможне из Китая. Ты никогда не знаешь, когда машина сгорит. Вот недавно была у меня, как-то по ставку деловые линии теряли. И еще миллион всего. И поэтому, когда у тебя даже, ну допустим, не такой магазин, к примеру, у тебя не всего лишь один товар, а вот даже ты подстраховался и решил, что у меня будет несколько артикулов, и мы видим то, что здесь действительно так. Но даже в такой ситуации, если ты теряешь два вот этих основных артикула, то ты лишаешься из шести миллионов оборота практически три. Пол твоего магазина зависит все еще от двух артикулов. И поэтому подумай десять раз перед тем, как сделать все то же самое, и не подумать о том, что лучше мне, наверное, зайти с десятью. Пускай они будут не так уж и хорошо продаваться, но в этом будут огромные преимущества, потому что там, где нет большой конкуренции, там самый большой доход. Не все еще умеют искать правильно товары, не все пользуются аналитикой. А вот в такую фигню идет много кто, а потом не понимает, почему. Озон все ужесточает, у Озона что-то не работает. Но не работает только потому, что изначальный подход к Озон, он был абсолютно неверный. И несмотря на то, что ты можешь хвастаться все еще оборотом, по итогу это ни на что не влияет. Еще одна ошибка, про которую часто многие забывают, что выходить с двумя товарами бесполезно не только поэтому. А еще не стоит забывать о том, что у каждого товара есть свой потолок в нише, который тебе, к сожалению, никогда не перепрыгнуть. Ты можешь бесконечно тратить на рекламу, но не купят у тебя больше товар, чем есть на него аудитория. И поэтому, заходя с одним-двумя товарами, ну даже в большой категории и не имея денег, ты просто снова недозаработаешь, ну кроме того риска, о котором мы уже с тобой говорили ранее. Но вот как тогда выйти на Озон, зная все это, для того, чтобы тебе не пришлось годами докидывать на закупы со своих, для того, чтобы ты достаточно быстро начал видеть чистую прибыль на Озон, начал на нем зарабатывать, и чтобы ты точно не ошибился, когда будешь туда выходить. И первое, что тебе нужно знать, нужно искать те ниши, из которых у тебя будет максимум окупаемости. Я уже показывал тебе пример вот этого ученика. Да, тут маржинальность 13%, фрой 27, это все еще плюс. Но при этом, чтобы ему заработать свои хотя бы 100 тысяч рублей, ему нужно вложить полмиллиона, продать больше, чем на миллион. Но здесь мы говорим именно про вложение. При этом мы снова можем вернуться к моему магазину. И давай мы даже уберем общий подсчет, а посмотрим примерно на моих товарах. Вот у меня 700 партий закупа, и с нее я заработаю 92 тысячи. Вот у меня 200 партий закупа, я вложу 16 тысяч и заработаю 30 тысяч рублей. И самое главное, и второе, что тебе важно знать, что не все на Озоне идет всегда идеально. И если ты правильно подстрахуешься, и будешь понимать то, что окей, Озон мне может что-то там преподнести нового, и как-то поменять правила, или что-то еще, я возьму и дифференцирую. И почему мы заходим всегда со многим количеством товаров на Озон? Потому что у нас тоже не всегда все идет идеально. Давай полистаем и посмотрим. Это у нас одна категория, в которой все хорошо. И вот у нас есть товары, в которые также не все идет так идеально. Но даже несмотря на то, что три товара у нас сказались не такими выгодными, мы все еще не продаем их в минус. И что самое главное, из-за того, что мы выходим сразу с 10 товарами партий, то тогда, ну да, у нас там у двух-трех товаров может не получиться что-то. Но при этом 7 из них залетят, 7 из них отобьются с супер большой прибылью, а половину из них мы продадим с небольшим плюсом. Тем самым мы точно не заморозим наш бюджет, тем самым мы не заморозим наш капитал. И если что, мы всегда будем готовы продать 1-2 артикула гораздо дешевле, и чуть ли не в ноль, лишь бы быстрее от них избавиться, вернуть себе деньги, пойти по новой и снова найти те товары, с которых мы сможем зарабатывать много. И по итогу получаются следующие результаты. У меня есть ученик, он до этого год продавал с каким-то агентством, которое выводило ему магазин под ключ. Он год продавал вот на таком вот уровне в районе 2-4 тысяч рублей оборота в день. Но при этом даже эти деньги он не видел, потому что он продавал категорию из около одежды. У него было все не очень по чистой прибыли. И вот он пришел еще в первом потоке на обучение по озон. Нашел несколько своих идеальных товаров, причем у него это было всего в районе 5. И он полетел. Да, у него здесь практически сразу закончились остатки. И вот так вот магазин выглядел на старте. Но при этом потом, как только эти остатки доехали, вот они, пожалуйста, выручка стабильная идет в районе 40 тысяч в месяц. Но знаешь, что самое интересное? Вот здесь вот мы видим выручку в 1,6 миллиона рублей. Это статистика за год этого магазина. Но если мы теперь обновим и посмотрим за последние 30 дней, то мы узнаем, что из всего 1,6 миллионов рублей оборота за последний год, 600 тысяч рублей из них пришлись на последние 30 дней. И до этого человек год стоял на одном месте. До этого он не знал, что делать. Потому что как бы работало агентство, и таких экспертов я особенно обожаю. И помогало ему. Но в итоге эта помощь оказалась абсолютно бесполезной. Потому что все всегда можно сделать самостоятельно. Это не сложно. Самое главное, не пойти по тем дебрям, о котором тебе всегда будут говорить. Вот, продавай одежду, и все у тебя будет хорошо. Нет. И это не единственный пример. У меня есть ребят с наставничества, с которыми мы вместе создавали им под ключ магазин. Но у них уже был один, и был он с оборотом полтора миллиона. И продавалось все, казалось бы, успешно. Ну, уже же больше миллиона есть, значит все отлично. Но если мы перейдем в их юнит экономику, и посмотрим, что у них здесь было, то мы узнаем следующее. То, что также из 800 тысяч, которые они вкладывали в свои товары, а у них товаров было много, и с этим у них на самом деле все было окей, из них 322 тысячи рублей была чистая прибыль. И помимо этого, самое-то интересное то, что половина товаров этого магазина лежала мертвым грузом. Были закуплены различные провода, условно для айфона. И эти провода не продавались полгода. И соответственно, деньги заморожены, товар не продается. И только для того, чтобы нам все это реактивировать заново, для того, чтобы у нас действительно реклама начала работать, мы потратили больше месяца. Но при этом чистую прибыль здесь было не вернуть, потому что изначально товары были неуспешны, и изначально с этих товаров нельзя было заработать. Но была допущена ошибка новичка на старте. При этом мы сделали им новый магазин. И давай посмотрим, что было. Здесь уже магазин после корректировок. Мы закупили, как обычно, там в районе десятка товаров. И какие-то из них пошли не идеальные. И мы видим то, что вот здесь 13% маржинальности и 52% ROI. Но при этом все остальное до сих пор остается в радиусе зеленых отметок. То есть мы до сих пор с этого всего очень хорошо зарабатываем. И самое главное, что теперь, если мы зайдем в новый их магазин, то мы можем ответить себе вот сейчас на вопрос, за сколько можно заработать первые 100 тысяч рублей на абсолютно нулевом товаре. И можешь ответить в комментариях, а за сколько первые 100 тысяч оборота заработал ты? К слову, это действительно немного. То мы узнаем то, что вот у нас новый магазин. Мы его только запустили. Это магазин тех же самых учеников. И вот мы первые дни действительно болтыхались. Пару раз случайно не проконтролировали рекламу. После чего у нас также до сих пор есть те карточки, которые не продаются супер успешно и продаются в ноль. Но мы сделали самое главное. Мы дифференцировали все так, что у нас есть несколько товаров. И на текущий момент магазин уже работает в плюс. Вот представь, мы начали 10 сентября. Сейчас я снимаю это 20 сентября. То есть вот здесь это бород просто еще, середина дня. Но при этом уже через 10 дней этот магазин оказался в плюсе. Мы не делали кучу выкупов, мы не делали чего-то сверх кардинального. Мы просто пользовались одной и той же схемой, которую я постоянно даю в обучении. И это помогает всего за такое краткое время делать так, что твой магазин будет в плюсе. Потому что тебе обычно будут говорить о том, что я как-то видел, реально мне ученик писал о том, что снисьте ценник по максимуму, продавайте в ноль, а через полгода вы начнете зарабатывать. Да это бред, не начали зарабатывать сразу, не заработаете и вовсе. И теперь, когда мы немного больше углубились в саму теорию того, как создавать магазин, как искать товары, я хочу поговорить немного о рекламе. И здесь мы снова будем говорить про товары в том числе, но самое главное, что я хочу здесь выделить, это то, что реклама на Озон это непредсказуемая штука. Да, если правильно делать стратегии, если понимать, как она работает, то с ней можно и нужно работать. Но чаще всего будет такая ситуация. Даже в нашем магазине, в магазине вот этих ребят, которым мы его создавали, есть всегда одна и та же проблема. Какие-то товары показываются успешно, у них классные результаты в рекламе, они классно продаются. Но Озон всегда любит делать подлянку, и иногда он сразу начинает правильно ориентироваться на том, кому показывать нашу рекламу, и она начинает отрабатывать с нулевой карточки в плюс. А иногда это нужно подождать. И он дает 9000 показов на те товары, в которых их не может быть. Это супер уникальные товары, их супер сложно найти. Но даже при этом он все равно это делает. Он в итоге сливает рекламный бюджет. И, соответственно, если бы у нас всего было два товара или около того, то мы бы просто могли по вине Озона, вот здесь вот именно по вине Озона, лишиться одного из них и потерять на нем деньги. Но из-за того, что их много, снова у нас получается так, что мы все равно остаемся прибыльными. И точно так же и есть с одним из моих товаров. Вот у меня реклама кардхолдеров. У нее бюджет 550 рублей. При этом у нее ДРР показывается там 47%. То есть на самом деле от оборота это будет в районе 20. Но самое главное, что расход этой компании 16000 рублей при минимальной ставке, при минимальном бюджете. Он показывается просто невероятное количество раз. При том, что другие цвета так не делают. И, соответственно, из-за этого я вынужден продавать его в районе 22-24% ДРР. От оборота, конечно же. От того, что в итоге у нас есть. Но если бы мы знали заранее о том, что этот товар будет вот таким вот, то мы бы даже не стали его закупать. Но ты никогда не узнаешь это заранее. Ты узнаешь это в момент, когда твоя реклама будет запущена. И когда ты поймешь, что кажется что-то не так, показав много, рекламы показывается много, а, соответственно, никакого смысла от нее нету. И не всегда твой товар будет в этом виноват. Поэтому помни об этом. И особенно помни об этом, если ты все-таки решишь заказывать всего лишь пару товаров на старте. И, конечно же, еще одна из ошибок, которую часто и все допускают, и допустили в том числе и мы с кардхолдерами, которые я тебе здесь показываю, звучит так. Все очень часто цепляются за оборот. Согласись, если твой оборот больше миллиона рублей, и, допустим, половина из него это один товар, и ты узнаешь, что он тебе зарабатывает 5% в маржи, очень тяжело с ним остаться. Как же я потом друзьям оборот буду показывать? Как же я потом без миллиона буду? Он же только заработан. А на деле это самая главная ошибка. Многие в погоне за вот этими эфемерными цифрами, они ищут совсем не то. То есть эфемерный оборот, он ни на что не влияет. Он не влияет на количество денег в твоем кармане. Он не влияет на то, сколько ты зарабатываешь, какая доходность, какая окупаемость и все остальное. Влияет только та чистая прибыль, которую ты зарабатываешь, которая у тебя получается с твоего товара. Иначе может получиться, как было с учеником в начале. Мы продаем наушники, вкладываем полмиллиона, зарабатываем 100 тысяч рублей, вкладываем на новый закуп, еще раз, еще раз и еще раз. Но при этом зарабатываем мы вообще ничего. А если вкладывать, допустим, как мы делаем в своем магазине, у меня не самый большой магазин, у меня оборот там чуть больше, чем миллион рублей, миллион двести где-то. Но при этом чистая прибыль нашего магазина больше трехста тысяч. И такого нету даже во многих магазинах, в которых там два-три миллиона рублей оборота. По крайней мере, из тех, кого я видел там за время, с кем я общаюсь. И все это потому, что мы не стесняемся отказываться от товаров, которые не оказались прибыльными. Мы не стесняемся продавать свои товары в ноль, если понимаем, что уже все. Потому что самое страшное, что ты можешь сделать, понять спустя две недели, что этот товар никак не раскачать, то что он не продается за эту цену, что его не продать в плюс, и все равно пытаться, все равно тратить деньги на рекламу, а по итогу терять еще больше. Поэтому умей фиксировать убытки, если так произошло. Окей, ты заказал 10 товаров, два из них оказались теми, которые не продаются, но не жалей, избавься от них, забери себе деньги и продолжай дальше. Исследуя этой стратегии, ты сделаешь самое главное. Ты будешь делать акцент не на обороте, а на количестве чистой прибыли, которые приносит тебе каждый из твоих товаров. И если ты будешь делать акцент на чистой прибыли, то будь уверен в том, что твой магазин не просто начнет расти, это все не очень важно, что твой магазин начнет приносить тебе чистую прибыль. И если он начнет приносить тебе чистую прибыль, то как обычно было там с нашим магазином, с магазинами многих учеников, буквально спустя месяц, ну максимум два, можно выйти на стабильный доход сезон. И вот теперь ты должен меня спросить следующее. Хорошо, ну скажи, какие ниши искать. А я вот возьму и скажу. Для начала ищи те ниши, в которых ROI будет хотя бы 120 и больше. Это будет позволять, если ты новичок, если у тебя всего 100 тысяч рублей, позволит тебе быстро выйти на окупаемость от Озон. Да, мне часто пишут в комментариях, что нет, это плохая идея. И я тоже это видео упоминал. Но если у тебя ограниченный бюджет, ROI один из основных показателей. Да, возможно, ты будешь продавать 15 товаров и зарабатывать с них всего полмиллиона рублей оборота. Но с этих 15 товаров ты будешь получать там сильно свыше 100 тысяч рублей чистой прибыли. А соответственно, тебе не нужно будет думать о том, а сколько мне нужно в этом месяце докинуть на закуп. Ищи товары из низкоконкурентных ниш. Там и будет самый главный ROI, там и будет самая главная маржинальность. Соответственно, там ты сможешь гораздо проще зайти. Потому что в больших категориях тебе нужно сложное оформление, заказывать дизайнера, заказывать SEO и так далее. Все это, кстати, делаем в том числе и мы. По ссылке в описании будет менеджер. Но ключевое то, что в низкоконкурентных нишах это все тебе не надо. И хватит того, например, как я учу в обучении по Озон. Вот такой вот инфографики тебе будет достаточно. И SEO в нейросети. Соответственно, ты снова экономишь деньги и зарабатываешь больше. Ну и самое кайфовое, что есть в низкоконкурентных нишах, это то, что тебе не нужно конкурировать. Вот твоей карточке, у которой 0 отзывов, за продажу с карточкой, у которой 10 тысяч отзывов. Вот это, кстати, не очень круто, но хотя и в низкоконкурентных нишах бывают такие карточки, у которых там 5 тысяч отзывов. Отзывы особо ничего на Озон не значат. И даже 0 карточки, мы много раз это доказывали на этом канале, могут пойти продажи, даже если рядом стоит конкурент с такой же ценой, и стоит он там условно с 3 тысячами отзывов, а у тебя 10. Окей, такое тоже может быть, но если его не будет, то тебе будет сильно проще залететь. И это то, на что ты также можешь сделать акцент. И что самое важное, ищи те товары, на закуп которых тебе хватит денег, чтобы закупиться второй раз полностью за свои. Сейчас все объясню. Вот, допустим, у меня товар продается 700 штук в месяц, на него нужно потратить 71 тысячу и 91 тысячу чистой прибыли. Если бы я выходил со 100 тысячами рублей на Озон, я бы не покупал этот товар. Закуп на месяц это немного. У нас в магазине очень часто продажи летят 1,5х, 2х от того, что было умещено у конкурента, когда мы его смотрели. Буквально в первую неделю того, как мы вывели товар, и там появились продажи, нам приходится делать новый закуп. Конечно же, ни о каких деньгах от Озона речи идти не может еще в это время. Поэтому мы всегда рассчитываем так, чтобы после этого мы смогли закупить еще одну такую же партию полностью за свой счет, и потом уже забрать эти деньги от Озона. Тогда ты будешь точно подстрахован тем, что у тебя не будет аутовстока, но и то он всегда бывает у всех. Просто здесь ты сможешь его гораздо быстрее компенсировать, и гораздо быстрее твой товар доедет. И что самое важное, ты будешь более уверен в себе, потому что ты будешь знать то, что у меня ровное ограниченное количество товаров, я не закупил сильно больше. А еще когда у тебя с товарами что-то идет не так, а такое бывает, как мы уже поняли, ты знаешь то, что окей, я не закупил их там сильно сразу свыше, я подождал, посмотрел продажи. И запускаешь только те, кто действительно начинает очень резко лететь, очень резко продаваться, тем самым во второй раз ты деньги уже вкладываешь в реальные и фактические результаты, а не просто начинаешь угадывать. И вот теперь, когда ты это знаешь, ты уже не допустишь множество ошибок, ты, скорее всего, не потеряешь деньги на Озон, очень глупо, как делают многие на одежде и на всем остальном, но при этом это еще не все, что я могу тебе дать. Приходи на мое обучение по Озон, и там я расскажу все подробно про то, как искать тот товар, с которого ты сможешь зарабатывать. Прямо пошаговый алгоритм, где я сам покажу тебе, как искать те товары, с которых можно заработать, вложив 100 тысяч более 200, а помимо этого, я лично буду проверять те товары, которые ты нашел для твоего магазина, и давать тебе обратную связь, что также поможет тебе не допустить миллион ошибок. Ссылка на обучение в описании, подписывайся на мой телеграм, чтобы узнавать о маркетплейсах больше, по подсказке на экране, и также по ссылке в описании, а мы с тобой увидимся уже завтра. Пока!